Благодатная Балаковская земля давала возможность возделывать ее всем желающим. Люди трудились, потому и жили лучше, чем в среднем жили в России те же самые крестьяне. Вместе работали, вместе праздновали, знала праздники, и это усадьба. Русские и украинцы, белорусы и татары, казахи и даже немцы, представители каких только национальностей не селились на берегах Волги два с половиной века назад. Все они жили и работали в мире и согласии, потому что плодородной и богатой волжской земли хватало на всех. К тому же императрица Екатерина II, разрешив селиться на берегах Волги, создала хорошие условия для тех, кто желал обрести новую родину. Всем прибывшим в империю нашу на поселение иметь свободное отправление веры по их уставам и обрядам беспрепятственно. О том, как проходило становление городов и сел на берегах Волги, балаковским школьникам рассказали учителя. Объединившись в группу 15 лет назад, педагоги стали проводить подобные встречи несколько раз в год, помогая ребятам узнавать историю родного края. Мы это делаем для детей, чтобы эти истоки, которые были нашими ветками, созданы, передавались с поколения в поколение. И поэтому мы изучаем сами, шьем костюмы, где-то на уроках, где-то внеурочно. И хотим показать и рассказать об этом. К Дню толерантности учителя подготовили для школьников четыре площадки. Ребят в гости ждали немцы по-болжье, белорусы, украинцы и русские. Какие традиции у этих народов, как они одевались и что ели? Обо всем этом ребята узнали в игровой форме. Как называется этот овощ? Это по-русски, картофель. А кто знает по-белорусски, как называется данный овощ? Давайте попробуем поиграть. Три. Ошиблась. Тринадцать. Тридцать. Тоже ошибся. Кто тянет, тоже ошибся. Каждая из площадок была по-своему интересна школьникам. И узнав традиции других народов, начинаешь ценить и собственную культуру. Когда мы говорим об объединении народов самых разных национальностей, мы во главу угла ставим самое главное – терпимость, взаимное уважение друг к другу. То, что должно передаваться от поколения к поколению. На уроках в школе эти ребята, скорее всего, уже изучали традиции разных народов. Но вот так окунуться в атмосферу быта представителей других национальностей многие из них смогли впервые. Поэтому впечатлений у гостей праздника было много. Я узнала, какие народы есть, какие у них традиции и какие у них еда. Мне понравилась Белоруссия. Там более подробно рассказывали о национальностях Белоруссии. Мне понравился их костюм и их еда. Мне понравилось больше всего у немцев, как они одеваются, как они питаются и во что они играют. Русская национальность, потому что там были более веселые песни. Они много пели, танцевали. И у них самые яркие, по моему мнению, костюмы. Больше мне понравилась площадка Украины и немцев. У них были очень смешные игры, были хорошие призы. На этот раз традиционная встреча в музее прошла в интерактиве и зазвучала по-новому. Дело в том, что партнеры музея преподнесли ему подарок. На современный уровень поднятию помогла администрация Саратовской гидроэлектростанции, которая в свой юбилей сделала подарок нашему музею. Мы использовали и экран, и проектор, который подарен нам работниками Саратовской ГЭС и ее администрации. Весенние праздники у нас проходят во дворе. У нас есть колонки, у нас теперь есть звукоусиливающая аппаратура, микрофоны. То есть сами праздники становятся современнее, богаче. Но яркими и запоминающимися эти праздники делает не только аппаратура, но и педагоги, музейные работники, а также сами ребята. И, наверное, поэтому каждый, кто хоть раз побывал в музее истории города на тематическом празднике, хотят возвращаться сюда снова и снова. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ